Сегодня я хочу поделиться с вами о сне пророка, о котором должен знать каждый мусульманин и мусульманка. Данный хадис приводится в сборнике хадисов Аль-Бухари. После завершения молитвы, пророк, поворачиваясь к своим сподвижникам, часто спрашивал, «Кто из вас видел сон этой ночью?» И если у кого-нибудь были сновидения, то он рассказывал, и пророк растолковывал их. В один из дней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал сподвижникам про свой сон. В нем будет семь сцен, на которые мы должны обратить внимание и запомнить. Он рассказывал, «Я этой ночью видел во сне двух людей, которые пришли ко мне, разбудили меня и сказали следовать за ними. Мы шли, пока не дошли до лежавшего в навзничь человека. У его головы стоял другой человек, державший в руке камень и разбивавший им голову лежащего. И после того, как он наносил ему удар, камень откатывался в сторону, а этот человек направлялся к камню, чтобы взять его, и не успевал он еще вернуться к лежащему, как голова того уже срасталась, принимая свой прежний вид. И он снова наносил ему удар. Я спросил, «Кто это?» Они сказали, «Иди». Мы дошли до места, и там я увидел сидящего человека, другой же стоял рядом с ним, с железным крюком в руке, который он вонзал в угол рта сидящего, раздирая ему щеку до самого затылка. Потом он делал то же самое с другим углом рта, а тем временем разорванная щека срасталась, после чего он снова возвращался к ней и делал то же самое. Я спросил, «Что это?» Они сказали, «Иди». Мы пошли дальше, и наткнулись на отверстие, похожее на печь, верхняя часть которого была узкой, а нижняя – широкой. Внизу пылал огонь, и когда он приближался к ним, они поднимались так высоко, что чуть не выскакивали наружу, когда же огонь стихал, они возвращались обратно, а находились там обнаженные мужчины и женщины. Я спросил, «Субханаллах, кто это?» Они сказали, «Иди». Мы снова двинулись в путь и шли, пока не достигли реки, в которой вместо воды текла кровь. В ней стоял человек, а на берегу реки стоял другой человек, перед которым лежали камни. Когда человек, находившийся в реке, хотел выйти из нее, другой человек бросал камень прямо ему в рот, возвращая его на место. И каждый раз, как тот пытался выйти, он бросал ему камень в рот, и он возвращался на прежнее место. Я спросил, «Кто это?» А они сказали, «Иди». И мы продолжили путь, пока не дошли до места, где я увидел человека с омерзительной внешностью, самой отталкивающей внешностью, которую когда-либо можно увидеть. Рядом с ним был огонь, и он его разжигал и бегал вокруг него. Я спросил, «Кто это?» А они сказали мне, «Иди». Мы снова двинулись в путь и дошли до тех пор, пока не достигли зеленого сада, где росло огромное дерево, у подножья которого сидел очень высокий мужчина, из-за высоты роста которого было трудно разглядеть его лицо. И вокруг него было очень много детей, такого количества детей я никогда не видел. Пророк Алейиссаляту Ассалям спросил своих спутников о том, что происходит, но они не ответили ему. Далее мы дошли до красивого и огромного сада, лучше которого я никогда в жизни не видел. Два моих товарища сказали мне, «Поднимись», и я поднялся. Пророк Алейиссаляту Ассалям добавил, «И так мы поднимались, пока не достигли города, построенного из золотых и серебряных кирпичей. Мы подошли к его воротам и попросили привратника открыть вороты, и они были открыты. Мы вошли в город и нашли в нем мужчин, одна сторона тела которых была так красива, как самый красивый человек, которого вы когда-либо видели, а другая сторона – уродливее самого уродливого. Два моих товарища приказали этим мужчинам войти в реку, а вода в ней была подобна белому молоку. Эти люди вошли в нее, затем вышли к нам, и их уродство полностью исчезло, и обе стороны их тела были прекрасны. Затем мои спутники подняли меня на дерево и ввели меня в дом, прекраснее которого я никогда не видел, и в котором находились старцы, молодые люди, женщины и дети. Потом они вывели меня оттуда, подняли по дереву выше и ввели в другой дом, который был еще красивее и лучше первого, и в котором находились старцы и молодые люди. Я сказал своим спутникам, «Вы водили меня с собой сегодня ночью, а теперь расскажите мне о том, что я видел». Они сказали, «Да, теперь мы тебе расскажем». Что касается человека, голову которого разбивали, это тот человек, который изучал Коран, но затем оставил и не выполнял его приказы, и спал ночами, пренебрегая молитвами. Пусть Аллах позволит нам выполнять все его приказы и остерегаться того, что он запретил. Что касается того, которому на твоих глазах разрывали рот, то он лжец, произносивший лживые слова, которые распространялись от него повсюду, а теперь с ним будут делать это до самого дня воскресения. Да избавит Аллах наши языки от лжи и сквернословия, да убережет нас Аллах от могильных мучений. Те, кого ты видел в отверстии, были прелюбодиями, да убережет Аллах нас и наше потомство от разных мерзостей и скверны. А тот, которого ты видел плавающим в реке, и которому кидали в рот камни, является ростовщиком. А тот омерзительный человек, которого ты видел у костра, разжигающий и обходящий его, это Малек, превратник ада. Сидевший у подножия дерева старец Ибрагим мир ему, а окружавшие его дети – это те дети, которые умирают вместе с Аль-Фитрой, исламской верой. В жизни бывают разные ситуации. Если Аллах дал вам испытание, отняв у вас ребенка, то помните, что он находится рядом с величайшим пророком в наипрекрасном месте. Да позволит Аллах воссоединиться родителям с их детьми в раю. Мужчины, которых ты видел наполовину красивыми и наполовину уродливыми, были теми людьми, которые совершали как благие деяния, так и запретные, но Аллах смыл их грехи. Да простит Аллах наши грехи и умертвит нас прощенными. Первый дом, в который ты вошел, предназначен для обычных верующих. Что же касается второго дома, то это дом павших за веру. Я – Джибриль, это Микаиль, а теперь подними голову. Подняв голову, я увидел над собой нечто вроде облака, и они сказали – вот твое место. Я воскликнул – позвольте же мне занять его. Однако они сказали – поистине жизнь твоя еще не завершена, а когда она закончится, ты займешь свое место. Прошу Аллаха помочь нам поминать его, благодарить его и должным образом поклоняться ему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok